Два человека погибли на трассе Алматы-Екатеринбург-Кустанайской области. Автокатастрофа произошла днём 25 ноября, сообщает пресс-служба департамента полиции. 23-летний житель Нурсултана не справился с управлением автомобиля Датсан и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Хондой, за рулём которой находился 36-летний житель посёлка Уликоль. После столкновения автомашину Датсана отбросил и вновь на его полосу, и он врезался в грузовик «Газель», которым управлял 26-летний кустанайец. В результате ДТП погибли пассажиры Датсан 46 и 20 лет. Водители и ещё двое пассажиров 47 и 18 лет получили телесные повреждения и доставлены в Олюкольскую больницу. Начатое досудебное расследование по признакам преступления предусмотрено статьёй нарушение правил дорожного движения, повлекшее при неосторожности смерть двух или более лиц Уголовного кодекса Казахстана. Более 350 фактов распития алкоголя и появления в общественных местах в состоянии опьянения выявлено полицейскими Кустанайской области за время проведения операции «Москунем» – пьяница. Цель мероприятия – профилактика тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. Полицейскими обследовано почти 7 тысяч домовладений, в том числе почти 700 съёмных квартир. Проверено свыше 6 тысяч подучётных лиц, в том числе более 2 тысяч лиц, злоупотребляющих алкоголем. Выявлено более 600 административных правонарушений. На учёт дополнительно поставлено 320 лиц. Выявлено 36 фактов продажи алкоголя лицами, не имеющими соответствующего разрешения на его реализацию. По всем фактам составлены административные протоколы. Почти 140 миллионов задолжали кустанайские водители государства по штрафам. Чтобы взыскать хотя бы часть задолженности, полицейские начали операцию «Барышкер» – должник. Она продлится до 29 ноября. Списки должников разосланы во все участковые пункты полиции. Инспекторы вместе с представителями исполнительных органов будут искать штрафников по адресам. В операции задействованы и сотрудники местной полицейской службы, и административной полиции. Чтобы добиться выплат, лица имеющих задолженности будут оповещать об этом всеми доступными способами. По должникам будут целенаправленно работать, то есть, что мы будем оповещать их, уведомлять смс-уведомлением, также звонить на мобильные номера, также для того, чтобы они оплатили административные штрафы, установленные сроки. Субтитры создавал DimaTorzok